Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Кизей, побеждающий кентавр, праворная группа Кановы. Эта знаменитая группа Кановы, находящая ныне в Венском народном саду, была создана великим итальянским скульптором в 1805 году. Она считается шедевром Кановы. И в самом деле, если мы вспомним, что Канова, по самому существу своего несколько изнеженного таланта, был более всего склонен к изображению изнеженной грации красивых форм женского тела, то мы невольно будем поражены необычной энергией, силой, могуществом, которые Кановы олицетворил в фигуре Тесея. Несколько убеждаешься, глядя на эту фигуру, что при такой физической силе и героической энергии Тесею нетрудно было победить кентавра. С другой стороны, и кентавр великолепен. Он наполовину опрокинут, его живот касается земли, голова откинута благодаря мощной руке Тесея, который сжал кентавру горло. Ноги кентавра конвульсивно вздрагивают, и физическое страдание точно разливается по всем мусклам и по всему телу чудовища. Рассказывают, что Канова желает выразить все оттенки агонии и в действительности наблюдать этот переход от жизни к смерти приказал медленно умертвить на своих глазах красивую лошадь. Эта жестокость, внушенная любовью к искусству, была придумана поклонниками Кановы с тем, чтобы объяснить совершенство этой удивительной и странной мраморной группы. Этот кентавр гораздо выше знаменитых львов на мавзолее Папы Климента XIII, того же Кановы. Ну вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.